Так, ну, давайте-ка позырим две важных мысли и немного разговоров на отвлеченные темы. Привет, ребята! Звук в руках, Лёха из Бау здесь. И сегодня видео, хоть и без хайпового названия, но очень-очень важное. И в этом его особенная, ребята, ценность. Оно адресовано именно вам, моим подписчикам, потому что через рекомендации поиск вряд ли на него кто-то перейдёт и поймёт, о чём здесь идёт речь. А речь, ребята, пойдёт о том, чего вы не понимаете. Я постараюсь вам это объяснить. Интересно. Честно говоря, меня... А Spotify чуть позже должно появиться. Отчасти, на то, чтобы этот видос снять, натолкнули комментарии под предыдущим моим видосом, где я распотрошил... Да, обязательно зацените мой новый клип «Блядский цирк». Или выпад пришёл, как там правильно. Конкурс аранжировок от Зилкова. А, вот что. Разумеется, вы, мои любимые подписчики, адекватно отреагировали. Любимые подписчики. Но поскольку видос содержал теги Зилкова, туда пришли подписчики Зилкова, они, конечно, начали мне всякое писать. И я ещё раз... Обдизлайкали все штаны и так далее. Как бы сказать, окунулся вот в этот мир неподготовленного ума. Вообще, кстати, да, важный момент, ребят, по поводу того, куда деваются комментарии. Я, конечно же, не удаляю комментарии. Я за всё время существования этого канала удалил, кажется, два комментария, которые содержали прямую угрозу жизни кому-то, значит, там, из спорящих в комментариях. Такое, конечно, ну, я вам помог, чтобы, не дай бог, там, вас никто никуда не привлёк. Вот. А в целом, конечно же, я комментарии не удаляю. Вот. Я удаляю. Ну, то есть, я и сам удаляю, но надо понимать, что YouTube сам трёт. И у меня ставят настройки, чтобы все комментарии появлялись. Но проблема заключается в том, что у YouTube уже некоторое время работает своя нейросеть, которая... Анальная, коричневая нейросеть, надо понимать. ...которая определяет, комментарий плохой или хороший, и все плохие комментарии удаляет. Соответственно, по моим личным наблюдениям, она удаляет все комментарии, которые содержат оскорбления. Этнофализмы почти все, то есть, там, пидор, жид, хохол практически 100% не пройдёт. ...внижение, значит, сравнение с какими-то меньшинствами. Ну, там, чё ещё? Нигер. Это, ну, матерные, типа, пошёл нахуй, не проходит. Мамку ебал, по-моему, даже уже нельзя написать. Также недавно я узнал, что она сразу же вообще банит все комментарии, где есть слово «хохлы». Да-да-да-да, очень хуёво... Блин, приколитесь, вот я даже сейчас ради интереса проверю. Раньше, короче, знаете, у меня есть, ну, знакомый, кстати, Лёха вроде его тоже знает, с вот такой фамилией, Хохловский. И раньше это не проходило, блядь. То есть, блядь, человека так зовут, сука, у него такая фамилия. И его, блядь, просто его фамилия, его имя нельзя было написать в чате. Вот такая хуйня. То есть, просто пиздец. Сейчас, как бы, я так понимаю, они хоть немного... Ну-ка, проверим. Не, вот, приколитесь, чё-то как-то вот... Чё-то YouTube немножко, видимо, понял, что... Алё, пиздец, блядь, гараж. Ну-ка, а ну-ка, русня. Так. Урус. Давайте всю хуйню, ребят, напишем. Может быть, YouTube, типа, отменил всю эту поебень? Хох, лол, жит. Блин, слушайте, нормально. Я хотя бы у себя на канале могу теперь всякое говно описать. Ну-ка, пидор, пидорас, нигер. Неужели отменили? Господи, слава небесам и всем на свете. Наконец-то можно всякую хуйню писать. Ну, в чате почему... Вот в чате вроде нормально пошло. Ну-ка, а, допустим, пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Вот пошёл нахуй, не прошло. Я модер, типа, да, то есть здесь. А давайте вот, смотри, я прям от лица именно этого канала у себя напишу. Вот, пошёл нахуй. Написал, пошёл нахуй. У меня здесь выведено именно live chat, то есть это все сообщения. Если оно написано в чате, оно должно вылезти. Я ещё раз пишу, пошёл нахуй. То есть, смотрите, теперь вот какой бред. Все этнофализмы теперь, то есть, ну, оскорбительные на основе национальности. Вся там какая-нибудь чухня, чухонь, там, хач, чурка. Всё проходит, блядь, вся поебень, просто вся полная хуйня проходит. А, сука, пошёл нахуй, не проходит. То есть, YouTube, он как бы, ну, немножко хуйня какая-то. Смешно. Откуда я это узнаю, да, вы меня спросите. Дело в том, что у меня на телефоне... Да-да-да-да, та же хуйня. У меня приходит кусок комментария, я вижу только его там первые несколько букв, а дальше не знаю. Вот у меня что-то было, типа... Блин, всё стёр, блин, к сожалению, сорян, всё стёр. То есть, у меня, ну, типа, ты пошёл нахуй, пидор, чмо там. Я даже забанить, сука, не могу человека, потому что, блядь, ну, я не могу, у него нет комментариев, мне не на что нажать заблокировать. Вот в чём бездаре. На телефоне в приложении YouTube появляются уведомления о комментариях, но я не могу прочитать комментарии полностью, мне видно там пару первых слов. По-моему, слово «хуяндук» не прошло. Вот пи-пись-ка-а почему-то не прошло. Моисей навалил гвоздей на укулеле. Может быть, кто-то просто поудалял что-то. То есть, тут вообще дебилизм в плане того, что не проходит иногда. Или, например, под песней там «Пидоры-пидоры» люди писали какие-то комменты, не проходило, или ещё под чем-то. То есть, ну, был видос, допустим, на какую-то тему. Да, может быть, даже блядский цирк не особо проходит. Я нажимаю «Открыть», а всё, его уже нету. Вот, и я сначала думал, что, может, люди сами удалят свой комментарий, или какая-то модерация автоматическая. Ну, такой тоже может. Ну, типа, да, автоматическая модерация, не рассветка трёх, все эти комменты. Поэтому, ребята, если вы хотите меня оскорбить, написать мне что-то очень плохое... То, да, старайтесь, проверяйте, чтобы оставалось. Или что-то про хохлов, вы, ну, типа, придётся немножечко ухищряться для того, чтобы это сделать. То есть, как-то какие-то обходные манёвры, короче, применять. Ладно, это была вот такая отстранённая информация, теперь давайте ближе к делу. Значит, смотрите. Большинство из тех, кто не согласился со мной по поводу конкурса Зилкова, эти люди не поняли основного месседжа моего, основной моей претензии к этому конкурсу. И претензия заключалась не в том, что там нету, там, типа, блядь, тональности, да, или размера, или, там, темпа, что я там говорил. При том, что, блядь, ну я же специально для этого в конце сделал, ну, типа, свою... Ну, это не аранжировка, но я показал, что, конечно же, я, ну, типа, определил и темп, и размер, и тональность. Но нет, всё равно люди написали комментарии, ха-ха-ха, слился, лох, типа, не смог определить... Ну, ладно, вот. Причём, что самое смешное, ну, типа, у меня на это ушло где-то, блядь, одна секунда, потому что я просто открыл, ну, да, не вокал такого. А, литовцы с меня люто... А, слово «долбоёб» вот не проходит. То есть, литовцы слегка горят жопой до сих пор с моего какого-то древнего видоса. Я его снял, блядь, не помню, кто-то до меня доебался. Я такой, типа, вот хуйня, блядь, типа... Ну, у них... Они прям очень болезненно. То есть, судя по всему, как сильно они бомбят, как много на эту тему у меня именно не проходит, к сожалению, комментариев. На третьем канале у меня какой-то был видос, типа, сравнение Москвы и Вильнюса. Они там просто все на говно и зашли, и все там мне обдизлайкали, типа... Что... Вот... Я не помню вообще, к чему это было. Я, типа, что... Да ну, ну, вот хуй знает, блядь, типа... Ничего особенного у вас. Типа... Эээ, блядь, там хуё моё... Ага, Фадия, я с ми-минор, хорошо. Блядь, я не знаю, ну, типа... Вы серьёзно? Вот. Вот. И основная эта претензия, ребят, заключалась в том, что это не конкурс аранжировок, не конкурс аранжировщиков. Это конкурс говноделов. Потому что, как я сказал, исходный материал и требования конкурса ставят авторы аранжировки в такие рамки, что он может сделать только говно. Только говно. И это и была моя претензия, что не хочется делать говно, потому что у нас и так очень много говна. Практически... Практически всё, что мы можем послушать из СНГ музыкантов, это говно. То есть есть какой-то очень маленький, да, процент. Многие из них, кстати, хохлы. Вот. Но в основном, конечно... Ну, да-да-да. И это... Блядь, это не используется... Вообще, вот. Я считаю, мне должно быть можно. Типа, у меня очень много корней оттуда. То есть как ниггера можно друг друга называть ниггерами? Вот я же могу, типа, так же. То есть это, наоборот, борьба за наши права. Вот. Так что вот. Да, это действительно как бы ещё комплимент. Типа, что очень... При том, что украинцев в три раза меньше, чем россиян всё-таки. То есть население России там 150, украина 50. Соотношение... Ну, типа, очень уж такое большое соотношение именно хороших артистов из Украины. Но, типа, любой какой-нибудь ватный, там, нодовец скажет, да просто, типа, хохлы и баны всю ночь клоуны... Ну, всю дорогу были клоунами, типа, плясали и хуйнёй занимались, блядь. И поэтому у них там это в генах. Короче, блядь. Ну, такое. Ну, так или иначе, но действительно это так. Если мы возьмём общую массу... Да, это так. ...людей, пытающихся что-то создавать или работать в этой индустрии, они делают давно. И очень это грустно, и хочется эту именно ситуацию менять в какую-то сторону. Но, к сожалению, конкурсы проводятся не по созданию чего-то хорошего, чего-то, что понравится людям, да, а по созданию говна. Да, кстати, это... Как я у себя на канале делаю такую поблажку в... Я уже несколько раз про это говорил. Как это называется? В... Блядь. В качестве компенсации за ужасное оскорбление разрешаю всем хохлам писать на своём языке. Вот, друзья, и об этом я сегодня не хочу поговорить. Ребята, перед тем, как продолжим, очень быстро поблагодарим спонсоров канала «Звук в руках», а это у нас магазин БУ электро и бас-гитар, бар-гитар. Электро и бас. Сроки выбор, все гитары отстроены мастером, на всех новые струны, короче, просто супер. Танжент-мастером. Приходите покупать, нужна новая гитара, бар-гитар. Второе, это у нас сервис, мусс-букинг, бронирование творческих площадок, танцевание... Букинг-мужчин. Студио, бот, мы супер, давай скачиваем, устанавливаем, уважаемые, рекламнующиеся на обучение. Знаем. Студийным делам, сведения, аранжировка. Короче, обучение. Пытаюсь посмотреть, а что, ну, типа, эксперты и профессионалы, будут какие-то новости для гитаристов от них, ну, ждем с нетерпением. Когда какие-то эксперты и профессионалы мне в комментариях, значит, оставляют отзывы, что, мол, я тупой, глухой, тугой там и так далее, а вот они, блядь, сейчас мне расскажут, как жить надо и так далее, я всегда пытаюсь посмотреть, а что, ну, типа, что человек из себя представляет, что он делает. Потому что, на самом деле, в шоу-бизнесе, как и в любом бизнесе, ты либо делаешь, либо идешь нахуй. Ну да, конечно. Вот, я, кстати, ну, максимально сейчас позитивно настроен, я постараюсь это видео сделать в максимально позитивных тонах и красках, но не обессудьте. Но не получается, да, как бы немножко. Будут прорываться местами. Вот, и я захожу в, значит, какие-то аккаунты подобных людей. Да, тех, у кого есть хотя бы, я тоже так делаю, у меня пишет какое-то говно человек, и я вижу, у него, допустим, там, 50 подписчиков, то есть я понимаю, что на пустом канале не бывает обычно, там, 50, там, 200 подписчиков и так далее. Я захожу, смотрю, что человек делает. То есть подписчиков Сопрыкина я смотрю, типа, вот, да, там, этот моська, типа, он говно. Я захожу, и ты там... Там еле-еле два аккорда дворовые какие-то ковыряет, блядь. Просто, блядь, какой-то баран обоссанный сидит, блеет, и что-то еще пиздит про меня. Я такой, блядь, ты пошел нахуй. Или там, типа, Юрка, блядь, Фред, там, опять же, заходишь на каналы к людям, и там просто, ну, блядь, дно смешное. То есть я, честно, вот ни разу не помню такого, чтобы я зашел и такой, вау, нихуя, слушайте, это достойный персонаж. Типа, прям, надо к его мнению прислушаться. Ну... Есть один, как бы, к чему мнению я бы вот как раз прислушивался, ну? И то, блядь, не прислушивался, потому что я, блядь, упертый баран. У большинства нет никаких аккаунтов, мне приходится писать в личку, просить что-то, скинуть, послушать. Ну, потому что я не могу, понимаете, я люблю слушать критику и советы, но я не могу слушать критику и... Ну, от каких-то пидорасов, да, блядь, кончено. Советы, не знаю, кто этот человек, ну, с профессиональной точки. Он добрее говорит, чем я. Я, если что, не буду сглаживать углы и... По-доброму все. То есть я буду хуесосить просто по-черному, потому что меня, блядь, ну, понимаете, типа, слегка подпекает, конечно. То есть если цель была у таких чуваков подпечь чуть-чуть мне пердак, то да, получилось. Извини. То есть если мне человек скажет, там, вот, типа, блядь, я не знаю, я там пишу оранжировке Адель, понял? Вот, типа, вот мои оранжировки, у тебя вот это, вот это хуёво, я скажу, блядь, ну, типа... Спасибо, родной! Спасибо тебе, брат, что помог, подсказал, вообще целую тебя в жопу и в глаза и все такое прочее. Конечно. Когда мне ноунейм какой-то пишет, ну, типа, аноним, да, я не могу это так воспринимать. И, разумеется, значит, я вот изучал этих людей, которые мне писали, советы давали, да, типа, вот с одним там человеком я что-то переписывался, он мне пишет, вот, типа, мне заказали аранжировку, я сейчас не выдумываю, грузинские песни, и я подхожу к этому серьезно, я сейчас буду неделю пить грузинское вино, смотреть грузинские фильмы, читать грузинские книги, потом, значит, во мне родится эта музыка. Я такой, типа, ебать, да, ну, третий раз уже пишут, дай, послушать, что ты за такие вообще аранжировки пишешь, он мне скидывает, и, ну, типа, это просто леденящий душу пиздец. Ну, то есть человек не ноль в плане новичок, но человек пишет, типа, аранжировки из 80-х, там, такие вот синты, там, типа, ну, типа, советская поп-музыка, вот, типа, какие аранжировки делает человек, она вся, разумеется, одинаковая, все песни говно полное. Вот, и я такой, блядь, ну, чтобы такое написать, конечно, надо неделю пить грузинское вино. Вот, ну, и в таком духе, или вот там недавно, ну, какой-то тоже мне Челик что-то написал, я зашел у него, блядь, я вот, я даже хотел, ну, типа, его фотографию просто прикрепить в выпуск, но потом думаю, ну, типа, вы же умрете от смеха, а он умрет от стыда. Хотя он не умрет, потому что у него, очевидно, раз человек выкладывает такие фотографии себя в социальной сети, значит, у него, ну, измененная вот какая-то психика, он странно все это представляет. Ну, да, ну, типа, у чувака, взрослого чувака фотография, ну, типа, просто имбецила, как бы он выглядит как имбецил, он одет как имбецил, он ведется как имбецил, он пишет как имбецил, при этом он мне оставляет комментарий, типа, а за-за, не смог там, блядь, подобрать три аккорда. Очень грустно. Короче, и еще раз окунувшись вот в этот вот пиздец... Знакомая хуйня пиздец. Я понял, что до, как, знаете, говорят, до пих... И это типа, да, я, ну, вот читаешь, допустим, комменты про то, что вот там этот, типа, жирный, этот разожлался, этот выглядит как уебище, ну, там, про Фреда, там, про всех, собственно, кто на стороне Фреда, там, про Гапоныча, блядь, заходишь просто на страницы тех, кто это пишет, и, блядь... Ну... Ну... Все уже было сказано, в принципе. Хота не доходит. До большинства музыкантов не доходят простые вещи. И я сейчас вам объясню... То есть некоторые из них хотя бы додумываются быть анонимусами. Чтобы, ну... Чтобы, блядь, хоть немного эти слова могли, вот, ну, хоть, блядь, как-то от незнания того... Ну, хотя понятно, что если человек скрывает свою внешность, то, очевидно, либо он именно специально тебя троллит, либо он просто такое уебище, что он даже сам понимает, что он уебище, и ему стыдно ставить свою рожу на аватарку. Вот. Ну, блядь, либо он ставит, и там оказывается, ну, не знаю, макляка, типа, какой-нибудь. То есть вот представьте, ну, блядь, там, Маклауд, допустим, дает комментарии по поводу твоей внешности, или по поводу того, что, там, ты, типа, как-то не так, не знаю, в клипе выглядишь. Или по поводу того, что ты, там, ну, блядь, там, моська-свиненок, типа, вот эта вот хуйня у хейтеров есть, да? Или, там, про Гапоныча, там, пишут всякое, блядь, ну, это, типа, то есть, макляка, он не скрывает, как он выглядит хотя бы, ну, относительно. А представьте, блядь, типа, анонимусы, как выглядят, которые прячут своих чачил. То есть это просто пиздец, блядь, ну, вот. И, то есть, то же самое, типа, критикуют музыку, блядь, сами просто дно в ней. Критикуют, блядь, внешность, сами просто уёбища, блядь, пиздоглазые какие-то, блядь, абсолютно жопоротые, уёбища, блядь, что такие, что, нахуй, чернобыльский кровосос, блядь, принцесса ебаная по сравнению с ними. Просто, блядь, не знаю, там, что-то про видео пиздят, ты заходишь, там, блядь, просто каловая рвота, блядь, какая-то нереальная, просто коричневый смрад и полный ужас. В общем, есть такой момент, да. Две простых вещи, две. Первая, менее важная, и вторая, охуительно важная, которые, видимо, до вас не доходят. Давайте начнём с первой. Значит, смотрите, ребята, пиздеть в интернете, читать статьи, спорить в комментариях, слушать музыку и смотреть концерты, значит, бряцать на гитаре 15 минут в день, это всё не относится к занятиям музыкой. Ну, конечно. Занятия музыкой — это брать инструмент. Ну, это делать, как бы, делать продукт, я думаю, всё-таки. Ставить себе конкретную задачу и трудиться над её выполнением. Ну, даже не то, что трудиться, а выполнять, мне кажется. То есть, если у тебя нет плодов, то ты чем, блядь, занимаешься? Хуйнёй какой-то. Исполнением, я не знаю. Вот. И просто замерьте количество времени, которое вы в день тратите на вот эту вот всю хуйню и количество времени, которое вы тратите на непосредственно занятия. Ну, то есть, окей, даже хотя бы, допустим, мы считаем сам процесс выполнения некой задачи, будь то производство песни, производство клипа, производство плейтру, не знаю, там, видеоролика, соло-кавера на YouTube. То есть, что-то, что тебя может вообще, ну, как бы, проявляет тебя, как музыканта, как человека, который что-то делает, мнение которого должно что-то стоить, критика должна чего-то стоить. Ты, значит, даже, допустим, что процесс создания, например, видоса, мы тоже, или процесс записи музыки, не самый результат, а процесс, мы тоже считаем музыкой. То есть, ну, а вот прикинь даже хотя бы, сколько времени действительно ты тратишь на, хотя бы на процесс создания чего-то. В год, блядь! Опять же, ребята, здесь? И отдельная песня, что в итоге получается. То есть, потому что есть у нас люди, которые много времени действительно тратят на процесс и даже создают какой-то wannabe-продукт. Только, ну, а качество продукта — это отдельная история. То есть, что уже ты сделал? Даже если ты много занимаешься музыкой, много ее производишь, то, извините, если ты, например, господин питон, да, то, ну, как бы, хули толку от того, что ты много чего сделал. Важно понимать, вы в музыке зачем? Это для вас хобби или, ну, будущее или существующая профессия, да? Потому что, если это хобби, вообще, типа, супер, никаких вопросов, слава богу. Делай, что хочешь, просто тогда не выебывайся, да. Типа, давайте смотреть YouTube, сраться в комментах, там, на каких-нибудь стеночках ВКонтакте, может быть, если кто старый, на форумах, там, типа, сравнивать звучание, там, каких-нибудь усилителей. Вообще супер просто. Но, ребята, если вы хотите связать свою жизнь с музыкой, если вы хотите зарабатывать этим на жизнь, вам нужно собраться, блядь, и работать, создать себе достойное портфолио, которое будет не стыдно показать, да, значит, написать какие-то там, научиться. Ну, чего там вы хотите научиться писать песни, играть на гитаре, сводить, ну, типа, это делается жопой часами, это нужно сидеть просто за комплюктером и делать, смотреть обучающие видео, записаться на какие-то курсы, там, и так далее, и тому подобное. Но нужно работать. Я вот буквально вчера натолкнулся, значит, в комментариях на какого-то чувака, который пишет, типа, я вот, кстати, давненько задумываюсь о том, чтобы создать такую программу, ну, плагин он имеет в виду для давки, чтобы можно было по микрофону пальцами настучать ритм, а он бы это превращал в барабанный рисунок. Понимаете, начиная от того, что это абсолютно бессмысленно, заканчивая тем, что это давно реализовано, насколько человеку нехуй делать, что вот он, блядь, сидит, выдумывает сначала такие дебильные идеи, потом их пишет в интернете, и там какое-то обсуждение, блядь, в комментариях на 10 постов, и ему написали, типа, блядь, чувак, это сделано, это сделано во всех DAF, это сделано в суперердраме, это сделано везде, ты можешь этим пользоваться. Нет, он начал объяснять, что он не то имел, ну, типа, короче, ну, вы поняли, да, вместо того, чтобы заниматься, блядь, или, тебе написали, это сделано в суперердраме, он написал, окей, спасибо, супер, открыл его, разобрался, как это устроено, и пользуешься. Нет, блядь, он начал сраться, там, и так далее. Вот, короче, ребята, это первая и самая простая истина, до которой, я думаю, вы так душевно все как-то догадываетесь, да, вот вторая будет неочевидная, а, да, это первая, вы, скорее всего, так немножко ее касаетесь в душе, что, блядь, чтобы добиваться каких-то успехов, нужно, блядь, работать, стараться, жопа часы, жопа часы, понимаете? Почему я не стал участвовать в конкурсе Зелкова, кроме того, что это конкурс по говноделанию, я мог бы из этого говна сделать что-то... Потому что хули толку, то есть, какой результат, какой профит, ну, зачем? Триада Моисея, удовольствие, развитие, деньги, ну, то есть, я не знаю, что именно скажет Леха, но однозначно, что он от этого просто не получит ни удовольствия, ни пользы, ни денег, то есть, ну, поэто ему, то есть, смысл участвовать в этом конкурсе. Это более-менее интересно. Потому что мне, нахуй, летит жалко моего времени, потому что я... Потому что ты, как бы, тратишь время, а время равно деньги. И зачем? То есть, это можно делать только, если тебе это нравится. То есть, участвовать вообще в конкурсах, это, блядь, полнейшая хуйня для бессмысленной, абсолютной поебень, только если ты получаешь удовольствие от самого процесса. Только в этом случае имеет смысл этим заниматься. В плане развития я бы не сказал, что это тебе что-то дает, действительно, типа, там, развитие своих конкурсов. Каких-то, блядь, навыков, хуявыков. То есть, если нравится, я советую участвовать вообще в любых конкурсах, только если нравится. Тебе похуй на победу, похуй на место, похуй на все. Ты хочешь, тебе вот нравится. Только тогда надо участвовать в конкурсах. В любых других случаях всегда все конкурсы это хуйня. Ты будешь, блядь, лучшим, но ты все равно проебешь. Потому что, блядь, долбоебы нихуя не понимают. Пидорасы, судьи голосуют как говно. И кто-нибудь накрутит голоса, никто не будет это проверять, продастся. То есть, это все, блядь, абсолютная поебень. И ты даже если выиграешь, ты выиграешь какую-то хуйню, которая нахуй тебе не нужна, ничего тебе не даст, тебя не прославит. И вообще, ну, блядь, абсолютно бессмысленная поебень. Я знаю, я сам лично даже знаю опровержение этой своей теории. Для меня это только подтверждение, ну, как бы, исключение, подтверждающее правило. Вот конкурсы просто, вот, блядь, забейте вообще. Могу, потому что нельзя сделать хорошую аранжировку за 5 часов, типа, и за 10 слов. Да, продукт я там навалил нехилый такой. Я бы потратил на это 2 дня, наверное, может быть, 3. Я, блядь, за 2 или 3 дня сделаю намного... Могу это время потратить на что-то более полезное, что принесет мне больше, там, отдачи или финансовые результаты и так далее. Именно... Ну, как я и сказал. По этой, ребят, причине. Вот. И что самое интересное, конечно, ну, еще я вот хочу добавить, да, по поводу этого конкурса. Там, знаете, писали, что, типа, блядь, ну, в смысле, типа, так это не работает, что вот тебе дали АКПЛ, значит, без минуса, и, типа, и ты отправишь такого заказчика в жопу. Нет, типа, так, конечно же, работает. Вот тебе дали минус, и сиди с ним, работает. Да, блядь, ну... Ну... Честно, я вот, типа, с Юлей так и познакомился, что она мне давала АКПЛ и говорила, ну, вот, блядь, сделай мне из этого песню. Вот. Но другой вопрос, что, типа, я не был нормальным... Ну, не был и не являюсь, кстати говоря, по сути-то дела, там, аранжировщиком никаким нормальным. То есть, ну, я такой, в лучшем случае, продвинутый любитель. То есть, тот, кто именно по профессии занимается вот этой штукой, либо очень много денег запросят. Все неправильно. Чтобы добиться успеха, надо просто встать. А вообще, я не беру... Да, спасибо, веселый травник. Вообще, даже нет, ребята, я вам так честно скажу по-другому. Изначально, почему вообще Юля ко мне обратилась? Потому что ни один аранжировщик не брал ее АКПЛ на напетые песни. У нее была мелодия и текст. Никто ее... Это уже потомся. Никто ее АКПЛ не брал из аранжировщиков. И я ей нужен был наиграть гармонию на гитаре, чтобы потом это отправлять аранжировщикам. То есть, чтобы вы понимали, это в подтверждение, так сказать, слов Лехи. Ну, именно аранжировщикам, которые вот там пойдут, ну, не знаю, наделают к этому какие-то там барабасики, басики, гитарясики, там, стрекочущих кузнечиков и прочую хуйню. В итоге, правда, я, ну, получается, что сам стал это все аранжировать, такую роковую какую-то хуебазу и так далее. Ну, нет, я что, типа, крепостной? Конечно, если вы, ну, типа, какой-то конченый, там, блядь, нижнеподползающий аранжировщик на какой-то подзалупной студии, конечно, вы будете с таким говном работать. Но если вы, типа, уважаемый специалист, вы поймите, что в музыке, как бы это удивительно казалось, как и в любой другой профессии, хороший специалист выбирает себе заказчиков, а не наоборот. У хорошего специалиста стоит очередь. Конечно. И, разумеется, если вы привезете к какому-то топовому аранжировщику и дадите ему вот такое, он скажет, ребят, ну, типа, я вам сейчас дам телефон, мой друг, хороший специалист, он, типа, с вами поработает, это не мой профиль, там. Ну, короче, мягко пошлёт вас нахуй. А если человек почестнее, пожёстче, то не мягко, а очень даже прямо и откровенно. И я, кстати, сниму ускоренно. Ещё не факт, что будет лучше. То есть, если пошлёт нахуй, это будет неприятно, но это, на самом деле, будет даже лучше для тебя. То есть, чтобы ты, ты зато поймёшь. Да, как бы. Ну, то есть, может быть, он не пошлёт, скажет, типа, ну, это же акапелла без гармонии, типа, мы с таким не работаем, сделайте гармонии, потом приходите. Ну, да, да, да. То есть, ну, скажем так, действительно, всё-таки бизнес, который не сделан, блядь, как-то ради, там, идей, ради какой-то хуйни, который вот именно долгосрочно, чтобы пережить кризисы, чтобы, блядь, вся хуйня, он должен быть, блядь, высокомаржинальным. И это, кстати, там, с ребазами уже, к сожалению, насколько я понимаю, не особо-то работает. И нужно не чтобы ты бегал за клиентами, а чтобы клиенты бегали за тобой. Ты должен сделать поток клиентов и, как бы, из них выбирать, с кем тебе комфортнее работать. То есть, даже не бизнес, даже частная какая-то хуйня, то есть, всегда, всегда, как бы, оно должно работать вот так. То есть, человек, который, типа, не на помойке себя нашёл, он, блядь, не будет, там, носиться, ебать себе мозги, а будет всё-таки, как бы, выбирать комфорт. Даже если, там, речь пошла бы о больших деньгах. Как-то так. На эту тему ролику он будет называться «Почему вас пошлют нахуй?». Вот, но суть в том, что, конечно, в смысле, тебе дали, сиди и работай. Да нет, блядь, ну, типа, мы не крепостные. Принесли какой-то хуёвый исходник, я скажу, это хуёвые исходники, идите переделывайте, если хотите, чтобы с ними работал я. И так скажет любой приличный, ну, типа, аранжировщик. Ну, скажите нахуй, я пойду лучше, блядь, постримлю, не знаю. Я уверен, что, конечно, в этом конкурсе не будет ни одного аранжировщика, который зарабатывает реально этим на жизнь, типа, хорошие деньги. Ну, типа, уроки болезнь, ну, типа, с этим говном, значит, тратить на это своё время. Это конкурс говноделов, блядь, и там и в комментариях, и в конкурсных работах вы, собственно, этих говноделов можете увидеть. Вот, и я думаю, что это как раз-таки люди, которые вместо того, чтобы, значит, заниматься музыкой, они в основном в комментариях хуёвые отзывы оставляют. Привет, пеннивайзу. Потому что у всех практически, кто мне оставил хуёвые отзывы, есть своя работа на этом конкурсе. Вот, ладно, и теперь давайте перейдём ко второму пункту, который реально очень важный и интересный. Ладно, друзья, теперь давайте поговорим о том, что действительно важно. Действительно важно, друзья, на мой взгляд, это чётко видеть цель и понимать вообще смысл того, что вы делаете. Потому что, на мой взгляд, к сожалению, большинство из людей, которые хотят стать музыкантами, успешными артистами, не понимают, что они делают и для чего. Есть такое. Честно, я даже сам вот, например, про себя не знаю до конца, что я хочу вообще. Что бы я хотел, нахуя и что я делаю и так далее. То есть... Есть такое. Ребята, вот представим, что мы занялись... Даже у меня. Даже у меня. ...автогонками. В чём суть автогонок? Первым — прийти к финишу. Всё. Понимаете? Там резина, как вы проходите повороты, какой у вас двигатель в автомобиле — это всё составляющие элементы. Суть — прийти к финишу первым. Что для этого нужно? Ехать быстрее других. Переводя на нашу музыкальную сферу, суть занятий музыкой — сделать так, чтобы то, что ты производишь, было востребовано. А в идеале было сильно востребовано. Востребовано больше, чем у других, так скажем. И что для этого нужно делать? А? Хороший вопрос. Для этого нужно делать то, что нравится людям. Неужели, блядь, так сложно это понять? Вот я и сказал это, ребята. Значит, теперь объясняю. Нормально, блядь. Есть. Если... Это касается тех, кто хочет стать артистом. Тех, кто уже не хочет стать артистом, а хочет стать звукорежиссёром, блядь, там, техником, преподавателем. Стримером? Ну, это я, наверное. Я же не знаю, честно. Я бы не сказал, что я горю особо, честно. Мне как-то... Мне хочется, блядь... Ну, суть в том, что мне кажется, я вроде бы нашёл какой-то вонаби такой, блядь, хуй знает баланс между тем, что вроде бы нравится мне, вроде бы относительно широкому кругу может нравиться, и как-то, типа, вот такой полуговнодел. Ну, ладно. Это немножко другое, но в целом то же самое. Я сейчас говорю про тех, кто хочет стать артистом, потому что, давайте будем честны, большинство из нас занялось музыкой, потому что мы хотели быть артистами. Стать популярным артистом, популярным артистом, и это потому что только популярность принесёт вам возможность продолжить заниматься музыкой, быть позитивным, зарабатывать деньги, творить и так далее, а не спиться и помереть. Стать популярным артистом можно только двумя способами. Ну, есть третий способ, который называется «Огромное количество бабок», но, если честно, работает он так себе, и, скорее всего, у вас нет огромного количества бабок, раз вы смотрите это видео. Делаешь, да, это чистая правда, аквариумистика, я именно этим и занимаюсь. Остается два способа. Первый способ — это быть конъюнктурщиком. Что это значит? Мы про это обсуждали, кстати, мы про это на базе, по-моему, болтали тогда, по пьяни. В определенный период времени на определенной территории происходит определенный музыкальный тренд. В России, например, сейчас тренд на музыку, которую я называю «Поп-рэп новой волны». Ну, говно, короче. Вы все прекрасно понимаете, о каких исполнителях я говорю. Эта музыка сейчас в тренде, ее слушают люди, она очень популярна, у нее очень широкий круг слушателей. Соответственно... Короче, 808-е кузнечики, что-то около, куда-то туда, там, хуй пойми, чё. Вот, пожалуйста, вот это. Если вы сделаете проект, который будет звучать плюс-минус в общей конве с этим трендом... При этом не супер какой-то. То есть... Просто нормальный проект, обычный в этой теме. Я бы назвал не только «Поп-рэп новой волны». То есть есть... Ну, короче, скажем так, некоторые были бы довольны даже не супер популярностью, а там, блядь, то есть есть полным-полно групп, которые, блядь, вот бы хотя бы, там, 50 человек собирать, да, или, там, 100. Потому что реально огромная толпа просто музыкантов, которые годами хуярят и годами собирают, блядь, там, еле-еле с натяжкой, там, заставили, сами платили билеты, там, 10, 15, 20 человек, и то это тоже еще, может, я... 20 — это уже, там, некоторые будут рады. То есть просто пиздец вообще. Я бы назвал фолк-музыку, фолк-рок, фолк-металл. То есть это у нас, ну, действительно более-менее развитая такая движуха, и в ней тоже относительно средняя хуйня может относительно неплохо зайти, и где-то там как-то кому-то быть нужно. И я бы назвал «Новая русская волна», вот это так называемое. Это не поп-рэп, это что-то а-ля Цой, а-ля какая-то вот готик-пост-панк хуйня, какая-то вот это вот говно для зумеров типа с фестиваля Боль для девочек с чокерами с Китай-города. Вот какая-то такая хуйня. То есть это может быть нойз-поп, это может быть... Это вот какая-то такая хуйня, короче, да? То есть это... Вы поняли тоже, да, примерно о чем я говорю. То есть вот там тоже относительно среднее, абсолютно стандартное говно может кому-то быть нужным и как-то зайти. Ну, конечно, поп-рэп «Новой волны» — это самый-самый-самый-самый невозможный тренд, и там типа, ну, делая как раз среднее, можно сильно веселее, в общем, зайти. Ну, послушаем дальше Леху, но я так понимаю, он скажет, либо ты делаешь вот это, либо ты просто невозможно охуительный супер-хит-мейкер. И нормально его прорекламировать, вы сможете отожрать себе часть этой аудитории и стать относительно популярным артистом. А дальше все будет решать то, насколько вы талантливы. Но раз вы решили сделать какую-то кальку, скорее всего, вы не очень талантливы, и популярность ваша будет не очень... Ну, честно, мне кажется, талант сейчас не особо-то релеет. Мне все больше и больше кажется, что вот я живу, то есть я всю жизнь как бы думал, что важно, не знаю, писать песни, играть их и, типа, ну, и делать хиты, делать круто. Мне все больше кажется, что, знаете, что важно? Быть именно артистом, то есть... И можно при этом даже хуево и делать песни, и хуево играть. Быть артистом в том плане, что пизда-то выглядеть охуенно, вот прям, ну, вот вообще пиздец. Вот именно внешние всякие факторы. И быть звукорежиссером. То есть, судя по, блядь, ну, или как сам продюсер, то есть найти что-то вот такое именно в плане сауда. Открываю бизнес. За тысячу пятьсот сделаю из вашей гитары копию массивной синей гитары. Прикольно, некий шноль два, да, спасибо за донат. Короче, либо, ну, даже не звук, можно вот найти какой-то звук. То есть, я, блядь, вот открыл недавно, типа, пимп, который у Big Russian Boss'а, типа, Young PH, да, на афише, типа. И я слушаю, что ему, типа, ставят. И это все какие-то, блядь, ебаные бараньи блеяния под какую-то говномузыку. Но при этом эти бараньи, я, честно, мне кажется, что я даже понимаю, как бы, почему эти бараньи блея не заходят. Я как бы понимаю, потому что вообще в России почему-то очень хорошо работает именно ненормальный человеческий голос. Не, пробел нормальный. Не нормальный, вы поняли? То есть, не слитно, а не нормальный. А вот и с рокерами постоянно какие-то, блядь, бараны блеют, овцы дрищут, там, что-то птицы какой-то верещат. И вот сейчас снова... Что-то какое-то такое, блядь. Кто-то потом другой... То есть, просто какая-то... Вот можете реально открыть с пимпом, короче, посмотреть афишу, блядь. Вот чё там, то есть и наши, какие-то, блядь, вот эти Сюзанны с мальбэками, какие-то, блядь, типа, там... Да тот же Big Russian Boss, тот же пимп. У них именно прикольная, ну не прикольная, а необычная, очень уёбичная, но типа необычная какая-то манера. Фрэнзона, блядь, там вот вся вот эта хуйня. Короче, плюс они эпично выглядят, у них образы. То есть пимп, босс, фрэнзона, там, ну, всё опять же, то же самое перечисляешь, не знаю. Фараон, это именно... Ты представляешь себе персонажа сразу. То есть у них есть некая персона, и у них есть некий вот этот вот найденный какой-то звук. Иногда своими руками они при этом ещё и звукорежиссёрят, и занимаются каким-то ебать в рот продакшном. При этом, может быть, он даже супердерьмовый, но как бы, ну, типа работающий, да? Ну, либо, соответственно, вот они нашли вот эту хуйню какую-то. Вот это важнее, чем найти гениальную гармонию, найти гениальные, там, не знаю, классные аккорды, придумать классный текст и так далее. Текст вообще нахуй не нужен, мелодия вообще сейчас никого не ебёт, ритмика. Ну, какая-то даже не ритмика, что там, вот что Аморгенштейн делает? То есть какая-то пиздопульсация, какая-то так вот... Что-то понимать какую-то полную хуйню надо, короче. Вот это сейчас важнее. Очень высокий, а когда этот тренд угаснет, вы окажетесь на помойке. Но так это работает. Кто-то успевает заработать деньги, вложить их в ресторан, например, и так далее. Это называется быть конъюнктурщиком. Быть в тренде уже существующем, да, поймите, в уже существующем тренде. И второй путь. Это, ну, задать тренд, это слишком, как сказать, амбициозно. Ну, и вообще я не считаю, что какой-то один исполнитель задаёт тренд. Это всегда всё-таки вот, ну... Ну, да. ...стечение обстоятельств. Второй способ. Это быть аутентичным артистом. Быть аутентичным артистом, это значит иметь абсолютно свой почерк, своё звучание, быть узнаваемым и ни на кого... Да, то есть, либо ты в конъюнктуре именно тренда, либо ты, ну, аутентичный и при этом ещё и не говно. Спасибо большое за донат. О, ни на кого не похожим. Вот это значит быть аутентичным артистом. Аутентичный артист, если он классный, он может стать очень большой звездой, и вокруг него объединится большое количество слушателей. Всё, ребят, других способов стать популярным артистом нету. Поймите, что когда вы копируете... Ну, вот мне кажется, что МВИПД, во-первых, типа, не супер-то популярны, надо признать. Во-вторых, мне кажется, что это вот как раз скорее конъюнктурная хуйня. Но при этом именно конъюнктура не... Не хуй знает не вот этого вот поп-рэп там какой-то хуебазы, да, а типа как бы, ну, камеди-музыка. То есть это тоже, в принципе, да, я, кстати, что-то не отметил. Камеди у нас тоже почему-то вот стёбная всякая шуточная хуйня. И опять же, тот же самый Big Russian Boss, Стрикала, там, Черников. То есть много можно кого вспомнить, кто именно делает, бля, не знаю, Эдуард Суровый. То есть это огромный массив разных жанров, которые абсолютно не важны. Важна именно как бы комедия. Нейромонах Феофан, пожалуйста. Это прикол не в том, что он там, блядь, драм-н-бэйс или ещё какую-то хуйню. Прикол в том, что это камеди. То есть это именно шуточная хуйня. Вот, ну, мне кажется, МВПД в этом плане это некая такая вот конъюнктура шуточности. То есть какой-то, я бы не сказал, ну, я-то сам, конечно, про себя суперогромного мнения, но думаю, что большинство всё-таки не воспринимает это как там какие-то, блядь, какой-то невозможный, блядь, угарный найденный там звук или ещё какую-то хуйню. Ну, кроме фанатов, понятно, им спасибо. Но всё-таки это скорее как бы с коммерческой точки зрения это просто конъюнктурная как раз поебень, но вот именно в комедийной хуйне. Без нанального угнетения, пожалуй, может, даже тоже. Наверное. Ну, хотя это и то, и другое. То есть это, с одной стороны, камеди, с другой стороны, ну, блядь, что ещё такое есть. То есть тут и то, то есть у них тоже есть какой-то верхний потолок, как сам вот говорит Лёха Избау, то есть выше, куда уже не прыгнешь. То есть это, с одной стороны, да, что-то новое, с другой стороны, аутентичное. Ну, новое, типа, новое в смысле, как бы, такого ещё вроде бы нет, да? При этом конъюнктурное в плане, что это комедия. То есть это вот, как бы, такой очень интересный баланс между всей хуйнёй. Копируйте, Лед Зеппелин, и я вам говорю... Ну, Грета Ван Флит зашла, кстати, как копирка Лед Зеппелин, но при этом, знаете... Ну, мне кажется, если ты хотя бы очень-очень охуенно что-то скопируешь, то есть, может быть, это вариант. Я, честно, думаю, если я услышу охуенную копию Нирваны, охуенную копию Рамштайн и охуенную копию Лед Зеппелин, ну, я буду слушать, наверное. Лично я про себя могу сказать. Именно просто шикарно. Ну, и трибют проекта — это отдельная песня тоже, конечно. Способов стать популярным артистом нету. Поймите, что когда вы копируете Лед Зеппелин, и я вам говорю, ребята, ну, типа, это всё уже сыграно в 70-е, это никому не интересно, а вы мне отвечаете, ну, ведь Лед Зеппелин до сих пор слушают. Этот, ребята, так не работает. Лед Зеппелин слушают и будут слушать. Да, Глю мне не очень, кстати. Слушал, но не очень. Вот Раунд Хиллз, например, да. Ещё лет сто, наверное. Ну, и типа, я бы сходил. Но они сейчас что-то какое-то, что-то другое начали играть. И видите, а тут вот минус какой, что начнёшь что-то другое делать, меньше будут за тобой, ну, то есть из старых фэнов меньше будут уже котировать. То есть первый альбом Раунд Хиллз, где они прям косили под Нирвану, то есть несмотря на хуёвый английский и кривые сопоставления фраз, но, то есть, во-первых, охуенно записано, охуенно сделано, всё как бы, вот, ну, прям отлично. То есть вот как дополнение к Нирване, да? Вполне. То есть, ну, я и ходил, и, может быть, сходил бы ещё, если бы вот они делали всё то же. Ещё и желательно плюс пару каверов Нирваны, если бы они бахнули. То есть вот, ну, почему нет? Есть же трибют вечеринки Нирваны и так далее. Есть трибют проекта Рамштайна, называется он Штальцайт, и у них есть свои песни, и они называются Мерцфельд, блядь, вот. И у них, честно, почти всё говно, но пара песен, типа... Ну, короче, есть группы, которые просто пиздец прям супер закосили под Рамштайн, и, ну, типа, чуть-чуть на этом, да, можно вы... Но только если охуенно. То есть только если супер охуенно. А вас, блядь, уже сейчас никто не будет слушать, потому что Led Zeppelin — это Led Zeppelin, а вы — это какая-то пародия на Led Zeppelin. Вот и всё. Ну, опять же, то есть я делаю поправку на то, что если ты супер охуенно копируешь Led Zeppelin и в их стиле делаешь что-то... Даже, ну, лучше там, наверное, хуй кто сделает, ну, типа, хотя бы как достойное продолжение, тогда, может, да. Но надо себе отдавать отчёт в том, что это суперсложный, неблагодарный и ебаный путь. То есть это как... Ну, то есть это пиздец, прям супер дохуя жопа часов, супер большая любовь к этой хуйне требуется, и это... Нихуя не легко, на самом деле. То есть, возможно, даже проще найти какой-то примитивный, весёлый, там, тупой свой саунд. Ну не работает это. Чё, блядь? Дуби-дуби-дуб-дуб-дуб. Дуби-буби-дуби-эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Невозможно стать популярным, скопировав кого-то популярного. Особенно скопировав кого-то, ставшего популярным давно. Невозможно. Конъюнктурщик — это чуть-чуть другое. Это не скопировать, это сделать аналог, китайскую копию, для тех, кто победнее, короче говоря. Это работает. Это работает на коротких дистанциях в ситуации. Ну, блядь, камон. У нас сейчас, ну, типа, через одного все рэперы, и, в общем-то, большинство из них собирают какие-то... Просто тут еще надо определиться, что мы считаем популярностью. Вот в чем дело. То есть что-то, как бы... Тут вот то же самое, как у Фреда, типа, умеет, не умеет играть. Нужно определиться, что мы считаем умением играть, что мы считаем популярностью. Залы. Ну, вы думаете, это все? Типа, вот, такие туры... То есть МВИПД, наверное, мы как бы... Вот считаем мы это или не считаем популярностью? Хуй знает, как бы, да? То есть для кого-то, да, для кого-то это вот там хотя бы так. А с другой стороны, знаете, вот те, кто, типа, стремится там хотя бы так мелочиться, это же отстой. Считаем ли мы БАО популярными? Ну, как бы, вроде бы и да, а вроде бы 700 человек, разве это там что-то? А с другой стороны, ебать не дохуярю? Типа, ну, просто, что мы считаем? Спасибо за донат. Дилемма деятеля искусства в том, что делать хорошо и делать то, что нравится. Часть разные вещи. Странная мысль. Смотрите, делать то, что нравится... Ну, а кто мешает тебе делать хорошо то, что тебе нравится? То есть я не очень понимаю. Делать то, что нравится тебе и делать то, что нравится людям. Или делать то, что можно продать. Это, типа, ну, вообще, как бы, это, да, это разные вещи. Но я говорил, да, уже, что нужно найти триплет, да, типа, из трех множеств. Вот, пересечение жанров, которые тебе нравятся, которые ты котируешь тебе, то есть тебе они заходят. Пересечение жанров, множество жанров, которые любишь ты, множество жанров, в которых ты мог бы стать, условно, тем самым конъюнктурщиком, находясь там, где ты находишься. Ну, и еще то, что ты умеешь, то, на что ты вообще, в принципе, способен. То есть, вот, мне кажется, надо найти пересечение трех множеств. То есть, если ты делаешь то, что совсем не любишь, прям вообще никак, вообще пиздец, ну, ты просто хули толку в такой работе. То есть, ты в какой-то момент взвоешь и, блядь, скажешь, блядь, лучше бы я, сука, не знаю, там, вагоны разгружал. То есть, нужно хоть что-то, чтобы ты хоть немного это любил. Вот, ну, мне кажется, допустим, MVPD, это, я это умею, это поп-панк, это просто довольно. Я это люблю, мне это нравится, и это, в принципе, то, что заходит. То есть, вот это более-менее такой, как-то, вот, баланс. И то, все равно я, как бы, там, типа, блядь, не знаю, свожу, как мне нравится, и в итоге менее популярен, чем мог бы быть. Там, хуев в маркетинге, и в итоге, опять же, еще там что-то, и еще там что-то. Вот, в маркетинге, да, ну, поебать, наверное, если кого-то волнует ударение. Есть люди, которые делают, допустим, то, что им нравится, и то, что конъюнктурно, но они это не умеют. Ну, вообще, вот ты вот просто, блядь, не выкупаешь, ты полный баран в этом. То есть, допустим, ты, может, даже любишь рэп какой-нибудь, поп-рэп новой волны. Тебе он нравится, ты, это конъюнктурно, ты его делаешь, и это говно, блядь. И ты сам это, вот, ну, ну, все, не сработает. Если ты именно не умеешь это делать. То есть, если ты не умеешь петь оперным вокалом, то даже если опера популярна, ну, блядь, либо ты учишься, либо соси хуй не выйдет. Либо, допустим, ты умеешь, любишь, а оно нахуй не надо. Ну, все, пиздец. Ну, и, соответственно, есть то, что ты умеешь, оно надо, но ты вот прям вообще, ну, то есть надо, чтобы именно было пересечение. Иначе просто, иначе как бы добрый вечер. Ну, блядь, есть такие, как бы, фрик-исключения, у которых все, как бы... Я бы сказал, что он не до конца понимает, что именно он делает, да? То есть он любит то, что он делает, но, типа... Он, может быть, думает, что он делает пиздатую рэпчагу, но получается фриковая хуйня, которая тоже работает, скажем так. То есть это то, что работает, это то, что он любит. В его понятиях это, типа... Ну, вы понимаете. Но по сути, то есть то, что он делает, он это любит, и это то, что работает. И при этом это то, что он как бы умеет, ну, умеет... То есть он-то думает, что он умеет пиздатый рэп, а он умеет полную хуйню. Но суть в том, что так или иначе это работает. Нет, там почти все конъюнктурщики. И когда волна рэпа сойдет на нет, они все, ну, их выбросят, короче, как рыбу на берег, а водичка утечет. И только акулы останутся там на глубине, и все у них будет заебись до конца жизни. Я слышал постоянно, что, типа, да все циклично, блядь, все циклично, окей. И музыка тоже. И вот, значит, типа, одни и те же стили, это такой, блядь, бред. Еще никогда один и тот же стиль не был популярен два раза. Что вы, блядь, несете, типа? Что за хуйня, блядь? Когда классическая музыка стала вдруг популярной, снова, блядь, после там... Ну, прям вот в самых трендах, в самых топовых трендах. Ну, то есть, может, типа, какие-то там бывают вон и библи, блядь, какая-то поебень, типа, там, ревайвл, там, что-то вот, ну... Но это не совсем то. То есть вы понимаете, что та новая русская волна, которая сейчас есть, это, во-первых, не тот готик-рок, который был во времена, когда Цаец, там, типа, его адаптировал для РФ. Во-вторых, он не настолько популярен. И, в-третьих, там другой прикол, другая эстетика, другое, как бы, ну... Это отдельная тема на основе старой хуйни. То есть это надо перевыкупить заново, как бы. Вот в чем дело. Семнадцатого века, блядь. Ну, типа... Ну вы что, ребят, серьезно? Когда там, ну, типа... Да нет, конечно, конечно, нет, конечно, музыка развивается. Да, может быть, очень-очень, грубо говоря, какие-то стилистические колебания присутствуют, но в целом музыка развивается вот так, и, соответственно, каждый следующий тренд... Ну, я бы сказал вот так, но тем не менее. Кажется, следующий тренд... Ну, не похоже на... Ну, ни на какую, которая была раньше. Ну, не похоже. Спасибо, Риктор Вагнер. Вот этот трек кайфовый. Хотя МБ это просто ностальгия. Да, спасибо. Долго кверху задницы. Спасибо за нас. Ну, типа, конечно, она вся похожа. Там, типа, 12 нот используется, да, там, размеры какие-то и так далее, но вы понимаете, о чем? Нет, нельзя взять популярную в 2020 году запись и сказать, блядь, так посмотрите, она же звучит точно так же, как эта песня из 1960-го. Ну, нет, вы не найдете. Не найдете таких совпадений. Даже если мотив будет похож, это будет все равно все другое. Будет другой звук, другое исполнение, другое, ну, все другое. Вот. Поэтому, ребят, поймите, если... Вот, слушайте. Есть сейчас чуваки, которые могут начать спорить, типа, да ну, да вот же, да это же вот там то же самое. Ну, блядь, может быть, тот же мотив, может быть, те же ноты, может быть, даже что-то там формально похоже, но, скажем так, разница всегда есть, и ты ее либо понимаешь, либо у тебя не получится, к сожалению. Вот примерно так я это объясню. То есть, я, например, тоже дико бомблю с того, что Bad Guy, там, блядь, Билли Айлиш, это лютая хуйня вообще редкостная и спизженная, блядь, не знаю, чуть ли не у Верки Сердючки, блядь. Ну, то есть, просто избитая 100 миллиардов раз поебень и так далее. Но надо признать, у этого, как вот говна, есть вот это собранное из кучи старого говна новое говно, и это говно, вот оно чем-то на самом деле отличается. Я этого, может быть, даже не понимаю. Но, блядь, разница, она вот в чем-то есть. Что-то там, блядь, вот как-то работает по-другому. Вот в чем прикол. Сейчас внимательно. Если ваше творчество на что-то очень похоже, на что-то, что стало популярным уже давно, вы с этим не станете популярны. Если вы умышленно делаете, как кто-то, вот кого вы любите, и этот кто-то не вчера, значит, стал топовым артистом, вы не станете популярны. Ну, типа, так это устроено, простите меня. Блядь, охуенно выглядит звукорежиссер, эти аутентичность. Тикток, Ютуб. Коллабы, я не знаю, на самом деле, спорно. Ну, если тебе повезет, коллаб, ну, такое. То есть, мне кажется, хуйня. Регулярность соцсетей, да. Клипы, да, надо, мне кажется, хуячить. Не знаю, остальное, черт знает. Ну, допустим. Поймите, вы либо делаете что-то реально свое, что-то уникальное, уникально хорошего качества, узнаваемое, совершенно опознаваемое в среде, значит, таких же начинающих музыкантов, как вы. Либо вы умышленно точно делаете вот такой-то продукт, вот чтобы попасть вот в эту пачку, чтобы вас, значит, там, на Spotify залинковали вот с этими артистами, и вам пришли прослушивания. И вот над этим нужно работать, понимаете? Вот это должно быть вашей целью. А большинство, ну, музыкантов, которых я наблюдаю, да вообще как будто нет цели. Ну, типа, ну, мы и делаем, блядь, песни. Ну, получается, вроде похоже, там, типа, там, на Земфиру. Нахуй никому не нужно похоже на Земфиру, блядь, понимаете? Ну, нужно, ну... Короче, можно, но надо очень пиздато. То есть делать... Типа, есть же сейчас какие-то, мне кажется, девко-вокальные, девицные какие-то, блядь, такие группы, у которых, может, и есть какое-то, типа, влияние, сходство. Но, блядь, есть разница, и нужно вот это прочувствовать. Нужно понять, почему... То есть тут все равно, как бы, это тоже своего рода некая конъюнктурность, в которой есть какие-то приколы, которые, ну, типа... То есть, во-первых, есть отличия некоторые, и они вот супер важны. И, соответственно, нужно сделать пиздато. То есть просто это должно работать, блядь, вообще. Это нужно, чтобы это само себя, типа, рекламировало как-то, чтобы это было просто... Ну, вот лично мне, скажу честно, например, там, в плане еды, если сравнивать, так же и в плане музыки. Вот лично мне, похую, если я сейчас услышу что-то супер похожее на то, что я уже слышал миллион раз, но это будет пиздато. На меня это сработает. Я могу по себе сказать. Мне кажется, что так же у многих. Но, блядь... Ну, типа, вот это вот, что такое пиздато, это, блядь, я и сам до конца не знаю. Знал бы, блядь, прикуп, жил бы в Сочи. Ну, вот, ну, не нужно. Ну, вот можно сказать, что монеточка, например, похожа на Земфилу. Ну, в каком-то пиздец, в общем смысле, можно. Ну, в целом, нет, конечно. Это другие тексты, это другой вокал, это другие аранжировки. Понимаете? Это другое. Даже если похоже, там, то... Вот в нюансах, как бы, дьявол в деталях. Ой, ну, что-то как-то другое. Вы не понимаете это другое. И вам нужно сделать что-то уникальное или кого-то скопировать. Знаете, еще вот, когда начинается какая-то вот это вот... Ну, скопировать не абы кого, а того, кого, как бы, это... Понимаете? То есть какой нахуй... Ну, попробуйте, блядь, скопируйте, там, я не знаю, что там. Rolling Stones, кому это нахуй надо сейчас, блядь? Когда у меня начинается какая-то работа с музыкантами нашими, знаете, у меня какая мысль не покидает? В России. Ебать, как же, блядь, все долго. Как все долго делается, блядь, ребята, серьезно. Вы такие почти все тугие, просто пиздец. Как можно, блядь, три года записывать барабаны на альбом, блядь? Как можно, типа, блядь, сочинять текст месяц? У меня просто, ну, типа, так горит с этой хуйней, блядь. Текст сочиняется два часа. Ну да. Текст сочиняется два часа, барабаны записываются две недели. Два часа. Блядь, ребята. Две недели? Текст сочиняется два часа, барабаны записываются две недели. Две недели это что-то дохуя. Ну, я не знаю, мы в МВИБД записывали барабаны. Ну, хотя, блядь, если речь идет про, допустим, вот, с нуля сделать песню, да? С нуля, с полного. Да я не знаю, блядь, ну, в Блядский цирк я их, вот, я два часа делал. Зашел в Эйблтон, блядь, все, просто ночью там хуяк-хуяк. И, ну, то есть, на самом деле, над Блядским цирком я довольно долго еще хуячил. То есть, надо признать, он там мне где-то, не помню точно, в районе около дня рождения мне пришла в голову эта песня, и мне пришла в голову, так, я хочу это сделать, я сделаю на это клип. Вот, и, ну, то есть, по моим меркам это довольно долго, и я, соответственно, даже, 29-10, 29 октября. И вышла она уже, то есть, меньше месяца на все про все. То есть, вот у меня самые первые файлы в проекте, 29 октября. Вот я там что-то наковырял. Все, ну, понятно, там, какое-то время это чуть-чуть там подсводилось, чуть-чуть там подпиздилось, подхуилось. Ну, чуваки, я вам просто советую там, это самое... Че я вам советую? Ничего я, блядь, не советую, короче, нахуй. Да, раньше была такая эпоха, когда можно было супердолго выделывать альбом, и каждая песня была суперценностью и так далее. Мне кажется, сейчас, ну, никто так не воспринимает музыку, и нет смысла так хуячить. То есть, есть примеры Ленинграда, у которых от идеи песни до момента, когда она с клипом уже выпущена и звучит из каждого утюга, проходит недели две. Это от пустоты до клипа с Судики все просто готовое. Вот как бы. То есть, они как конвейер прям хуячат вообще пиздец. Я понимаю, там, условно, не знаю, там... Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю, ладно, похуй. Блядь, ребята, кончайте. Вы либо занимаетесь, либо не занимаетесь. Поймите, что, допустим, я понимаю, что большинству, скорее всего, сейчас не хочется стать конъюнктурщиком, хотя это неплохой вариант, это неплохой вариант. Большинство, ну, блядь, ладно, ладно, мы согласны, блядь, действительно, мы делаем какую-то вторичную хуйню, и мы чувствуем, что, блядь, никто нас особо вот не котирует. Видимо, реально нужно сделать что-то уникальное, свой почерк какой-то, свою фишку взять. Да, Лех, ты прав, сейчас вот, значит, мы сделаем. Так вот, ребята, от того, как вы сказали, сейчас вот мы сделаем, до того момента, как вы реально найдете эту фишку и научитесь ее использовать, вы должны записать минимум два альбома. Это будут альбомы, ну, на выброс, в помойку, это будет кал. Вы должны их сделать, чтобы научиться делать песни, чтобы научиться заканчивать их, финализировать, я про это уже говорил неоднократно. Так вот, ребята, если вы, блядь... Ну, как с видосами на Ютьюбе, да. То есть, вот, ты не научишься делать пиздатые видосы на Ютьюбе, пока ты не сделаешь сто хуёвых. Ты не научишься делать хорошие песни, пока не сделаешь сто хуёвых и так далее. Ты не научишься, блядь... Не бывает, что ты просто вошел с нуля. Ты не научишься печь пироги, блядь, вкусные, пока не испечешь сто хуёвых. Может, не сто, может, блядь, если ты более, там, талантливый, хуянтливый какой-нибудь, десять, двадцать, ну, дохуя, одним словом. Два альбома, ну, сколько, это не так много, двадцать песен, то есть, нет даже нужды, чтобы они были, ты не старайся, то есть, нет такого, что, блядь, вылизывай каждый звук барабана, выдрачивай, блядь, каждый, там, какой-то, просто, блядь, ну, типа, как-то делай, да и все, вот, то есть, ну, хорошо, то есть, быстро и хорошо. Не, я не говорю, сделай быстро и полное говно, но я не говорю, делай сто лет идеально. Быстро и хорошо надо учиться делать. Вот примерно так, да. Пишите по три года барабаны, как в два альбома, запишите, ну, типа, несерьезно. Надо трудиться, надо трудиться, ребята. Короче, я надеюсь, я надеюсь, что то, что я имел в виду, понятно. Это ролик для Big Brain, потому что здесь нет, блядь, какого-то простого, толхозного, о, комплюктер уже устал меня слушать. Бля, у меня всегда прям, типа, не гасить экран, типа, и так далее. У меня просто никогда не гасить экран. Это какого-то простого, толхозного посыла, типа, там, блядь, ну, короче, как вот эти все ролики для YouTube, да, ребята, это видео для вас, в котором я объясняю вам сложные вещи, которые 99% моих зрителей, судя по моим внутренним ощущениям, не понимают, блядь, вот в упор. Я постарался объяснить. Ну, или понимают, но не понимают. Есть, мне кажется, есть такая хуйня, что вот, типа, может, даже ты мозгом понимаешь всю хуйню, а при этом все равно, вот, как бы, то есть, ты вот сидишь, киваешь, да, вот как я, сижу, киваю, а в итоге что-то, вот, видимо, недовдуплилось все равно. Подводить итог не буду, я думаю, блядь, что то, что я сказал. Ария — это вторые Iron Maiden. Это не вторые Iron Maiden. Это, во-первых, как минимум Iron Maiden на русском языке. Точно так же, как и весь русский рок, там, тех времен, это было что-то, переведенное на русский. На русском его не было. То есть, Цоя — это Кьюр тогда на русском, и так далее. Там, не знаю, еще что-то, это еще что-то, и так далее. Но надо понимать, что это, во-первых, типа, тогда тоже была какая-то конъюнктура, во-вторых, вы не понимаете, это другое, скажем так. Понятно. Если не понятно, я не знаю, пересмотрите еще раз. Ну и, честно, мне очень интересно, может ли, кроме, вот, типа, кроме как говнида, какая еще группа в похожем жанре новая сейчас может появиться в России на русском и зайти? Мне кажется, уже все, типа, вот, даже уже старички, типа, там, всяких харизма, мастер, вся эта хуйня нахуй никому не всралась, блядь, кроме полутора коллег их фанатов. Даже им самим она нахуй уже не нужна, да? Ну, мне так кажется, я так думаю, возможно, я заблуждаюсь. Вот все, там, Ария Кипелов, там, как-то, вот, работают с горем пополам и дай бог здоровья, да? Там, Беркут как-то тоже, там, ну, как-то вот все это выезжает, ничего нового вот в этом ключе, даже, даже охуительное, мне кажется, ну, не может быть. Просто не верю, блядь, чтобы что-то зашло. Только если это будет, типа, то же самое, но новое и, типа, супер охуенное. Вот как-то, ну, вот, в моем случае я, соответственно, я вообще, как бы, говнида, она не для них, мне кажется, сделана, не для фанатов этого жанра. То есть она для фанатов, как бы, она для тех, кто знает этот жанр и кто, ну, у кого специфичное чувство юмора, комедию, музыку кто любит. Вот, честно, мне кажется, что тоже с Бездной, у, типа, Леха, там, когда-то, что ли, снимал видео, то ли какой-то у него был прикол, что он, как бы, Бездна в основном рекламировалась на любителей, ну, типа, дэд, трэш, там, вот такого металла какого-то. Я не любитель, я не слушаю никакой, например, дэдметал, кроме, вот, именно, там, Бездны. То есть я это слушаю, как бы, потому что это комедзи-музыка. Вот мне кажется, что, ну, типа, вряд ли, допустим, все чуваки, которые слушают Стрекала, тоже будут слушать Бездну, ну, не факт. Ну, скажем так, это чуваки, которые, ну, хотя, да, наверное, все равно это люди, которые вроде как любят, любят или могут нормально отнестись к комедийной музыке, и которые, ну, то есть у которых нет аллергии на гроул, допустим, и кто, ну, кто понимает, скажем так. То есть я, например, ну, я не слушаю дэд трэш и всю хуйню, я понимаю примерно о чем это, я понимаю рофл, и, ну, я слушаю какую-то музыку с гроулом, блядь, да, грубо говоря. То есть вот так. А есть люди, то есть, ну, там, Оля Роско, например, я не люблю этот гроул, там, это все, там, что-то, во, хуе-мое. То есть вот с ней, как бы, ну, ты вот такой, но все равно понимаете, то есть мне кажется, что у Бездны каким-то образом вот надо все-таки комедийный именно момент тоже использовать. Ну, мне так кажется, но я, блядь, уж в маркетинге я просто полный ноль. Всем хорошего настроения, не болейте, значит, лечитесь всеми возможными способами. С вами был Леха Избау, мои уважаемые патроны буквально на днях, обещанная аранжировочка на Патреоне. И все, всем пока, до новых встреч. О-о-о, там что-то это. Ну, короче, там все патроны уже шарят в... Я так понимаю, пальцем в жопе. Так, ждем, короче, кое-что. Я хохол, меня оскорбляет, что нейросеть удаляет слово хохол. Да-да-да-да-да. Лол? Ты наш прапорщик, что за бред вообще, блядь. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok